Всем привет! Как-то не очень вижу я, что у меня запустилась тренировочка, а вот пошла связь. Всем привет! Сегодня мы разбираем интересную и достаточно сложную тему. Она касается структурного анализа различных типов досок. Сегодня мы поговорим о методологии того, как вам вне игровых столов работать над своей игрой, чтобы лучше понимать, каким образом выстраивать спектр своего конбета и чеккола без позиции с учетом различных структур досок, то есть с учетом выходящих флопов, с учетом выходящих тернов и с учетом выходящих риверов. Сегодня мы осветим этот вопрос, и если меня хорошо слышно и видно, то давайте начинать. Начнем с теории, потом на практике с помощью флапзилы я вам буду показывать, как это необходимо делать и как самостоятельно обучаться, анализировать различные структуры досок. Напишите в чат, как меня слышно и видно, и будем начинать. Ну, тогда погнали. Так, ну, во-первых, что вы должны знать, когда вы начинаете работу над составлением спектра конбета и чеккола? Ну, в первую очередь вы должны подумать, какие структуры досок существуют и на каких структурах досок вам нужно выстраивать свои линии конбета и чеккола, потому что ваш одинаковый спектр опенрейза, будь то опенрейз с СБ широкий или какой-то более узкий опенрейз с УТГ или СМП, он будет различно попадать, ну, он будет по-разному попадать, по-разному себя чувствовать на разных типах досок. Ну, можно выделить пять основных типов досок, вы их видите на своих экранах. Первый тип это сухие доски, буковка R означает, что это радужная доска, то есть это доски типа Тус-7-2, Король-Валет-4, 10-5 радугой, то есть, ну, Тус-7-2 наиболее сухая здесь доска, потому что она наименее связана, Король-Валет тоже сухая доска, Король-Валет-4, но она уже более связана, то есть здесь есть какие-то гетшоты, здесь есть УСДшки, ну, то же самое касательно 10-9-5, но тем не менее эта доска относительно сухая, то есть на ней лежит не так много дров, готовых комбинаций сильных, соответственно, чем суше и чем менее связана доска, тем хуже в нее, как правило, попадают спектры широкие, ну, точнее, не так. То есть, ну, грубо говоря, если у вас очень узкий спектр, который состоит из готовых комбинаций, ну, там, предположим, у вас спектр 3%, да, то понятное дело, что вам, вы будете попадать в любую доску. Чем шире ваш спектр, тем, соответственно, в нем много слабых, несвязанных рук, ну, скажем, если вы широко защищаетесь ББ против СБ, или вы широко открываетесь СБ против ББ, соответственно, в сухие доски вам будет зацепиться сложнее, тем более зацепиться сильно. Но вот это нужно держать в голове. Следующий тип досок это дров доски, то есть это связанные доски, на которых лежат и ОСД, и флаж-дров. То есть, например, валет 9, туз валет 9 с флаж-дров. Буква С означает, что это с флаж-дров доска. То есть, здесь, возможно, и флаж-дров, возможно, различные ОСД, скажем, по даме 10. Ну, то же самое касательно король валет 4 с флаж-дров, или 10-9-5 с флаж-дров. То есть, в эти доски более широкий спектр лучше попадают, на них уже есть различные ОСД флаж-дров, на них есть бэкдор флаж-дров по одной карте, бэкдор флаж-дров по одной карте и бэкдор какой-то ОСД. Ну, вот, соответственно, в эти типы досок оппоненты будут попадать чаще. Следующий тип досок — это супер-дров доски. Супер-дров доски — это те доски, на которых, кроме флаж-дров и ОСД, лежат ОСД по одной карте. Это раз. То есть, скажем, на доске король, дамы, валет с флаж-дров, десятка, любая десятка дает вам ОСД. То есть, кроме того, что здесь одна карта вам может сразу давать уже ОСД, здесь на этих досках есть уже сильные готовые комбинации. То есть, здесь уже есть готовые стрейты. При этом супер-дров доски, они могут отличаться по количеству стрейтовых комбинаций. То есть, это есть три стрейт-доски, есть два стрейт-доски, есть одна стрейт-доска. То есть, можно было бы сделать еще некоторое подразделение. Но, когда вы будете разбирать эти доски сами более подробно, вы сами на это наткнетесь и будете понимать, что какие-то доски у вас больше готовых к value комбинаций, просто потому что там больше стрейтов флопнутых, а на каких-то стрейтов будет меньше. Ну, вот, допустим, там, если вы видите доску валет 10-9 с флаж-дров, то напишите, какие стрейты здесь могут быть. То есть, какие стрейты здесь могут флопнуться уже прямо по флопу. Напишите мне в чат. Такие у нас могут быть стрейты на доске 10-9 с флаж-доски. Ну вот, по МНСС тут подошибся. Да, здесь у нас три стрейта. Артем 3 восьмерки правильно написал. Это король, дама, 8-7 и дама, 8. И здесь нужно понимать, что если вы играете в широких спектрах, у какого панрейзера, так и у колера может быть такая рука, как дама, 8. Если же вы играете в более узких спектрах, вы открылись там с ранней позиции, получили кол, то там уже реже будут такие руки, как дама, 8. Ну, только если вы не против фиша играете. Ну вот, ну, в целом здесь возможно три стрейта. Предположим, доска туз, король, дама с флаж-дро. Тут какие стрейты у нас возможны? Тоже она связанная, супер-дровяная. Четыре стрейт по факту, да, то есть одна карта 50-ки может давать нам стрейт. Но сколько здесь будет стрейтов? Ну да, здесь, соответственно, будет всего один стрейт, повалить 10. Ну вот, и этим эти доски отличаются. Следующий тип досок – это монотонные доски. Монотонные доски – это те доски, на которых лежат три карты одной масти. При этом в эту группу попадает большое количество предыдущих групп. То есть монотонная – это может быть монотонная сухая доска, да, туз-7-2 одной масти. Или монотонная дро-доска, король валей-4 одной масти. Или супер-дровяная, и при этом еще и монотонная. То есть там валей-10-9 одной масти. Ну вот. Соответственно, чем более дровяная доска, скажем, супер-дро или монотонная, тем больше на ней обесцениваются такие руки, как топ-пары, две пары и сыты. То есть на таких типах досок, где уже есть флопнутые стрейты, да, там три стрейта могут человек флопнуть. Или есть флопнутые флэши готовые. На таких типах досок наши сильные комбинации, ну как бы изначально сильные, да, там топ-пар, топ-китер на сухой доске сильной была бы комбинацией. Или оверпар была бы сильной комбинацией. На таких досках их сила обесценивается, и, соответственно, когда мы говорим про составление спектра конбета либо чеккола, и мы про это сегодня еще поговорим дальше, да, то есть там будут такие определения, мы там, скажем, вводим в конбет сильные комбинации. Обычно сильные комбинации для нас это там топ-пара с сильным кикером и выше. Это мы будем называть сильной комбинацией. Или там оверпар это сильная комбинация, или две пары это сильная комбинация. Но на таких досках, на монотонных, мы не можем относить к сильным комбинациям такие вот руки, которые я сейчас озвучил. То есть это топ-пара, игропара, две пары. Зачастую тоже мы не можем их относить к очень сильным типам рук, соответственно, мы будем их играть несколько иначе. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok